Десятилетие детства. Ядерный коктейль из ювеналки, оцифровки, вакцинации и социальной инженерии. Ровно неделю назад, 23 января, в день перезапуска проекта «Навальный», ориентированного в первую очередь на раскачку молодежи, в России был принят важный стратегический документ, который может повлиять на судьбу каждого ребенка, каждой семьи. Правительство утвердило план основных мероприятий, проводимых в рамках десятилетия детства, на период до 2027 года. Почему столь важные документы утверждаются без общественной дискуссии и широкого освещения в СМИ, мы поймем, когда обратимся к содержанию плана, и увидим, что не случайно в обновленной Конституции дети названы важнейшим приоритетом госполитики России, и не случайно родительская общественность била тревогу по поводу этого пункта. Руководствуясь данной поправкой, на головы родителей намерены обрушить целую доктрину переформатирования детей и семейных отношений. Похоже, что вся прозападная ювенальная, вакцинальная и цифровая рать, окопавшаяся близко к власти в нашей стране, усиленно трудилась, чтобы на свет появился этот план мероприятий. Это не шутки. План «Десятилетие детства» подводит под статью или, как минимум, очень сильно осложняет жизнь Институту традиционной семьи. Во вступлении и материале в целом использован текст «Катюши» от августа прошлого года. По той простой причине, что задачи и цели проектировщиков «Десятилетие детства», как и список ключевых мероприятий, не претерпели существенных изменений. Так что за деталями отсылаем читателей на полгода назад. Здесь же поговорим более предметно об изменениях, инновациях, внесенных в документ. В план вошли 129 мероприятий, сгруппированные по восьми разделам и направленные на создание условий, как декларируется, для улучшения разных сфер жизни детей – здравоохранения, образования, социальная защита, культура, спорт. К сожалению, в согласованном цифропремьером Мишустине финальном варианте мы не видим преамбулу к «Десятилетию детства». Она способна сразу раскрыть глаза на многое, но мы сохранили версию, выложенную ранее на официальном сайте проекта, поэтому напоминаем. «Десятилетие детства» направлено на изменение ценностей детства и семьи на уровне государственной политики. Фокус внимания следующего этапа «Десятилетия детства» сосредоточен на опережающие действия по профилактике семейного неблагополучия, привлечении мультидисциплинарных команд для определения потребностей и нужд детей и семей, имеющих детей, и на оказании дальнейшей необходимой помощи. Принципиально меняется роль родителей, их компетентности в вопросах образования и воспитания детей, возможностей заявить и получить психолого-педагогическую помощь, исходя из собственных потребностей и потребностей самого ребенка. Тезисы, характеризующие саму концепцию «Десятилетия детства», словно намеренно составлены предельно размыто. В них можно вложить практически любой смысл. Изменение ценностей детства и семьи. В какую сторону, позвольте поинтересоваться? Если дети названы приоритетом госполитики, логично предположить, что именно их личное благополучие отныне будет приоритетом государства, а благополучие родителей и семьи в целом будет делом второстепенным. Опережающие действия по профилактике семейного неблагополучия. Звучит до боли знакомо. Вот оно, ювенальное наследство прошлой нашей нацстратегии в интересах детей, списанной с аналогичной доктрины Совета Европы, проекта закона о социальном патронате и т.д. И далее знакомый ювенальный тезис «Психолого-педагогическое сопровождение в каждую семью». Тут мы вспоминаем всех печально известных лоббистов-школьных психологов, во главе с депутатом Любовью Духаниной и целой ордой продвинутых гендерных специалистов из высшей школы экономики, прямо заявляющих, что родители сегодня не способны правильно любить и понимать своих детей, а посему их необходимо постоянно сопровождать и менять им сознание. Да и в судах несовершеннолетних должны представлять те же психологи, вместо папы и мамы. Такую инициативу всерьез заявлял Кабмин Дмитрия Медведева. Вот и роль родителей у них принципиально меняется. Уже понятно в какую сторону, в вопросах образования и воспитания их намерены окружить психолого-педагогической поддержкой, зорко следить, чтобы удовлетворялись потребности ребенка. Идеологи этого плана реально замахнулись на трансформацию всего и вся в семейной сфере, но пора перейти к разделам документа, обращая внимание на потенциально опасные закладки, способные нарушить законные права родителей на воспитание и образование своих детей, а также право семьи на неприкосновенность. Раздел 1. Здоровье-сбережение с детства. Агрессивная пропрививочная политика. В совершенствовании национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям расширены перечни инфекционных болезней, против которых проводится вакцинация и контингент детей, подлежащих вакцинации. Повышение приверженности населения к иммунопрофилактике, в том числе в рамках вакцинации национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Проведены мероприятия, направленные на популяризацию иммунопрофилактики, в том числе с использованием средств массовой информации. Снижено количество отказов от прививок. Разработка и ежегодное обновление информационно-просветительских материалов, направленных на формирование у родителей, законных представителей, базовых знаний по профилактике заболеваний детей, в том числе по вопросам вакцинопрофилактики. Чиновники из Минпросвета, именно они отвечают за составление плана мероприятий «Десятилетие детства», совместно с Минздравом намерены расширять перечень болезней для вакцинации, увеличивать детский контингент, подлежащий прививкам, а также влиять на отказников неуточненными методами. Сразу возникает логичный вопрос, как можно достигнуть заявленных результатов без подробного информирования родителей о составе используемых вакцин, возможных осложнениях от прививок, а также прописанных гарантий личной, вплоть до уголовной ответственности врача за проведенную вакцинацию и ответственности государства, в том числе материальной, за постпрививочные осложнения у детей. Но тут ни слова об ответственности, только узаконение госпропаганды. Без четкого научного обоснования и гарантии в доступной для родителей форме, реализация таких задач рискует обернуться принудиловкой и поражением в правах отказников. Электронный контроль за здоровьем, прививками, детей. Внедрение цифровых сервисов мониторинга состояния здоровья детей в личном кабинете «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг, функций, включая сервисы информирования и обратной связи с родителями, законными представителями, внедрение и функционирование сервисов наблюдения и назначения, сведения о вакцинации, сервиса заказа справок онлайн, обеспечения доступа родителям, законным представителям, к информации о состоянии здоровья несовершеннолетних, электронным медицинским документам о состоянии здоровья несовершеннолетних, медицинским назначениям, рецептам, сведениям о вакцинации детей, плановой и фактической и тому подобное. Что это, если не тот же самый электронный иммунный паспорт здоровья, вводящийся под видом отдельного сервиса в личном кабинете гражданина на портале госуслуг? И как мы хорошо знаем, ведущие IT-компании, пока условно российские, очень жаждут получить в свои руки ПД граждан из государственных баз и реестров, и ЕСИА, естественно, является их целью номер один. А в Минцифре уже заявили, что готовы продавать им эту информацию. Хотите, чтобы вся информация о здоровье вашего ребенка стала достоянием Сбера, МТС или Яндекса? Социальная инженерия. Совершенствование механизмов организации мониторинга состояния здоровья обучающихся в общеобразовательных организациях. Созданы необходимые условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся. Внесены изменения в приказ Росстата от 24 декабря 2018 года номер 773, включающие отчетные формы о состоянии здоровья обучающихся. Подготовлены предложения об инструментарии мониторинга состояния здоровья обучающихся в дошкольных образовательных организациях. Тут еще интереснее. Каждую школу обяжут передавать сведения о здоровье учеников в Росстат, а механизмы мониторинга их состояния будут постоянно совершенствоваться вплоть до детского сада. Пока у нас на виду только тепловизоры и биометрические камеры, которые при молчании большинства родителей активно устанавливают в школах по всей стране. Что же они придумают на следующем этапе? Реализация мероприятий, центрами здоровья, мониторинга рисков и консультационной работы с родителями по корректировке стереотипов поведения, образа жизни и пищевых привычек детей, разработаны и научно обоснованы мероприятия по корректировке поведенческих факторов риска, разработаны образовательные и учебно-просветительские программы, направленные на формирование здорового образа жизни, рациональных стереотипов поведения, здорового питания для обучающих своих родителей и педагогических работников. Родителям и, соответственно, детям намерены корректировать стереотипы поведения и образ жизни, делая их более рациональными. Тоже что-то очень инновационное. Вы когда-нибудь ранее слышали, что государству есть дело до образа жизни той или иной семьи, что оно будет вылезать в семьи с целью скорректировать поведение их членов, если усмотрят в нем некие факторы риска? Это уже не сфера закона, и даже не область образования, это чисто социальная инженерия. Только вдумайтесь, нам всерьез хотят менять наши стереотипы на более рациональные установки. Если понимать, что за всеми этими инновациями зачастую стоят люди с примерно такой же ориентацией, как у какого-нибудь Грефа, то станет вообще не по себе. Раздел 2. Благополучие семей с детьми. Повышение доступности мер социальной поддержки, предоставляемых семьям с детьми на основании одного заявления, без истребования дополнительных документов. В этот пункт были внесены существенные изменения. В прошлогоднем проекте мероприятия он был изложен так. Повышение доступности мер социальной поддержки, предоставляемых семьям с детьми в проактивном режиме, в том числе в беззаявительном порядке. Полгода назад мы совершенно логично замечали, как можно определить, кому именно навязывать беззаявительную соцподдержку. Только одним способом, собрав объемное досье на каждую семью, в том числе с использованием информации о родителях, указанной в ЕСИА. Здесь явно содержится риск навязывания социального патроната и иных услуг семьям, не обращавшимся за подобной госуслугой и не считающим ее необходимой. Естественно, все это никак не вяжется с правами родителей и семейной неприкосновенностью. Уж не знаем, читали ли авторы «Десятилетия детства» материал Катюши, но это не единственная их корректировка. Зато без изменений остались вот такие фундаментальные задачи. Внедрение элементов ювенальной юстиции. Формирование ответственного и осознанного родительства как базовой основы благополучия семьи. Создание правовых, организационных, кадровых, социальных условий для раннего выявления семейного и детского неблагополучия и организации индивидуального сопровождения. Поддержка некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на формирование ответственного родительства. Внедрение эффективных практик поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Этот чисто ювенальный пункт остался неизменным, однако примечательно, что изменился раздел «Ответственные исполнители» и «Соисполнители». Сейчас там фигурирует такое определение. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации с участием некоммерческих организаций. А в старой версии, помимо названной структуры Марины Гордеевой, также значились Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения и Национальная родительская организация. Это не значит, что они отказались от участия в десятилетии детства. Новая формулировка легко позволяет принять участие любым НКО. Просто их название решили скрыть, видимо от греха подальше. Почему? Да потому, что среди соисполнителей плана мероприятий фигурирует сплошь НКО, прямо руководствующиеся в своей деятельности западными постулатами ювенальной юстиции и антитрадиционными ценностями, переводящие западные методички, продвигающие детский телефон доверия, толерантность к извращенцам. В недавнем прошлом существовавшие на западные гранты программ ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и тому подобное, частые антигерои публикаций Катюши. Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Национальная родительская ассоциация. Поддержка перечисленных организаций и продвигаемых ими родительских компетенций является откровенно враждебной политикой по отношению к традиционной семье в России. При этом в плане десятилетия детства не задействована и не упоминается ни одна просемейная или родительская организация, нет ни слова о возможном взаимодействии в госполитике по детям с представителями традиционных конфессий России, и это не похоже на случайность. Еще одна важная поправка в плане мероприятий. Весьма вероятно, их готовили во многом под законопроект Клишиса Крашенинникова о ювенальных экспресс-судах и изъятии детей полицией в течение 24 часов, который был отозван из Думы под давлением родительской общественности. Так что раньше там был пункт совершенствования порядка ограничения, лишения родителей родительских прав и отобрания детей при непосредственной угрозе их жизни и здоровью, разработка научно обоснованных оснований для разлучения ребенка с родителями, внесения изменений в нормативные правовые акты. Теперь же осознав всю полноту отвращения к ювенальщине у граждан России, его причесали, удалив подчеркнутое, и получилось совершенствование межведомственного взаимодействия при ограничении, лишении родителей родительских прав и отобрании детей при непосредственной угрозе их жизни и здоровью. Лучше, чем было, конечно, но все равно непонятно, как еще надо совершенствовать межведомственное взаимодействие? Более активно сообщать из школы в органы опеки, а оттуда в полицию, более оперативно пытаться изъять ребенка из семьи? Похоже на то. При этом в качестве ожидаемого результата позиционируется, как и в старой версии, сокращение числа неправомерных решений об отобрании детей у родителей. Вот такое лукавство. Также готовится к введению еще один инструмент ювеналки, от которого рукой подать до изъятия ребенка – соцпатронат. Создание реестра эффективных социальных региональных практик социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе малообеспеченных. Внедрение социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации во всех субъектах Российской Федерации. И сбор информации о социальных сиротах. К этой категории, напомним, может быть причислен любой ребенок при живых родителях. Совершенствование статистических форм сбора информации в области профилактики социального сиротства. Интересно, что в новой версии исключили планы создания единой базы социальных сирот. Ранее этот пункт выглядел так. Совершенствование статистических форм сбора информации в области профилактики социального сиротства, в том числе создание единой базы по всем министерствам и ведомствам. Само понятие профилактика социального сиротства подразумевает сбор данных и контроль каждой семьи. В результате мы можем получить нарушения личной и семейной тайны, а также использование властями информации о детях и родителях без согласия последних на обработку персональных данных, что грубо противоречит Конституции. Мы также указывали на это полгода назад и вот формулировку решили смягчить, ограничиться сбором статистики. Надеемся, так и будет. Раздел 4. Инфраструктура детства. Реализация мероприятий по достижению 100% доступности дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет. А это отголосок версии плана мероприятия десятилетия детства трехгодичной давности. Несколько ключевых положений там были разработаны под эгидой Центра стратегических инициатив Кудрина и Высшей школы экономики Кузьминова. О нем Катюша также подробно рассказывала. Суть сводится к реализации социального эксперимента по передаче грудных детей на воспитание государству и специально обученным сертифицированным няням, пока родителям дается возможность пополнять семейный бюджет. Правительство вдруг решило любезно предложить свои услуги по воспитанию и уходу за годовалыми детьми. Образовательным процессом это назвать сложно при самоуважении. И уже к 2021-2024 годам намерена открыть столько подобных суперранних яслей, что каждая семья сможет отдать туда своего ребенка. Ранее в плане десятилетия детства был еще один сопровождающий пункт, который внезапно сгинул. Создание условий для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью и организации профессионального обучения переобучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Какие же условия надо создать матери с ребенком в возрасте до двух-трех лет, чтобы она совмещала обязанности по воспитанию с работой или серьезной учебой? Вариантов всего два. Либо это фостерные семьи на дотациях от государства, берущие чужого ребенка на передержку, либо выращиванием детей занимается непосредственно государство в специальных учреждениях. Как видно из плана правительства, уже через два года непосильная ноша мамы в виде воспитания и ухода за собственными годовалыми детьми будет заботливо перехвачена создаваемой системой, пока вроде бы в добровольном порядке. Осталось в плане еще одно сопутствующее положение проектировщиков. Правительство вдруг решило озаботиться созданием системы профессиональной подготовки нянь, работников по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста и постановкой этой работы на конвейер. В этот контекст идеально вписывается и мероприятие в рамках десятилетия детства, посвященное разработке предложений о создании и развитии сети федеральных детских центров для круглогодичного отдыха и оздоровления детей. Примером для них будет служить центр для одаренных детей «Сириус» в Сочи, обучение в котором ведется по западному модульному принципу. Одно из основных правил учреждения – недопуск законных представителей ребенка на территорию лагеря, настоящий сирот-пром на марше. Все же хочется задать вопрос, неужели в правительстве на самом деле считают, что грудному малышу двух-трех месяцев будет хорошо без заботы мамы, без грудного вскармливания, что это все позитивно отразится на его здоровье и развитии? А может благополучие детей не является приоритетом их утопических прожектов? Продвижение цифровой школы – создание современной и безопасной образовательной среды, позволяющей обеспечить доступность и качество образования для всех обучающихся. Этот пункт, дублирующий постановление правительства о внедрении ЦОС, оставили, зато вот такое мероприятие исключили полностью. Развитие дистанционного образования и воспитания детей, в том числе в рамках реализации российской электронной школы и иных образовательных платформ. Очевидно, сделали свое дело массовые родительские акции против дистанта, которые продолжаются по всей стране. А вот еще одна крайне опасная ювенальная инициатива – горячая линия прямого стукачества органам опеки на родителей, непонятно каким боком попавшая в раздел «Инфраструктура детства». Во всех субъектах Российской Федерации предоставление экстренной анонимной психологической помощи по детскому телефону доверия осуществляется в круглосуточном режиме. Сформирована стабильно работающая система повышения профессиональных компетенций специалистов, ответственных за организацию и предоставление психологической помощи детям и родителям. Раздел 5. Защита детей, оставшихся без попечения родителей. Охвачено 100% кандидатов в замечающие родители – опека, попечительство, социально-психологическим тестированием в субъектах Российской Федерации. Это реализация давних ювенальных планов по ведению тестов и сертификатов соответствия пока для приемных родителей. При этом авторы решили убрать вторую часть задачи, выдававшую их с головой, но суть от этого не поменялась – недопущение кандидатов в замещающие родители, не отвечающих требованиям в систему семейного устройства детей-сирот. Раздел 6. Качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. В этом разделе есть один очень занятный пункт, который сразу привлек наше внимание. Проведены научные исследования по следующим вопросам – о влиянии компьютерных и дистанционных технологий на здоровье и качество образования обучающихся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. Замечательно. Только почему для обычных детей таких исследований не запланировано? Чем они провинились? Почему молодое поколение просто решили сделать подопытными в эксперименте электронная школа? Ведь никаких исследований, подтверждающих безопасность СОС, для здоровья не существует, при этом она уже внедряется полным ходом. Родительская общественность не раз говорила о необходимости заморозки всех цифровых проектов образования до получения первых результатов серьезных исследований, но в Минпросвете гнут свою линию. Раздел 7. Безопасность детей. Ювенальные инициативы из прошлой версии десятилетия детства, оставшиеся в силе. Разработка и реализация системных решений по оказанию своевременной помощи детям и родителям в случае нарушения прав и законных интересов детей. Развитие психологической службы в системе образования. Увеличено количество детей и родителей, принявших участие в профилактических психологических мероприятиях. Актуализированы методические материалы по проведению недели психологии в школе. Выявление и тиражирование эффективных социальных практик профилактики жестокого обращения с детьми. Ожидаемый результат. Разработаны и реализованы региональные комплексы мер и проекты муниципальных образований и организаций по развитию региональных систем обеспечения безопасного детства. Не менее чем в 30 субъектах Российской Федерации. Не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации обеспечена профилактика жестокого обращения с детьми. Примечательно, что профилактикой жестокого обращения с детьми откомандирован заниматься тот же фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации госпожи Гордеевой. Имеет смысл напомнить, если кто забыл, что эта контора была создана в 2008 году при правительстве Российской Федерации при поддержке Агентства по международному развитию США USAID и детского фонда ООН ЮНИСЕФ. И по документам ЮНИСЕФ являлась ключевым партнером их программ в России. Марина Гордеева также ранее являлась экспертом гендерного равенства Всемирного банка и экспертом того же ЮНИСЕФ, выполняя его установки по уничтожению дискриминации детей и родителей по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентификации. Так что комментарии тут излишни. Наконец, в завершающем разделе 8 «Координация реализации десятилетия детства» ключевая роль в обсуждении и согласовании запланированных мероприятий отводится специально созданному Координационному совету при правительстве. В нем нет ни одного просемейного по взглядам чиновника, депутата, сенатора и общественника. Зато присутствуют упомянутые господа Спивак, Гордеева, а также сенатор Гумерова, ювенальщица из ОП Зимова, сторонница закона 2К Плетнева из КПРФ, глава АСИ, оплота трансгуманизма и преодоления человеческой природы в РФ Чубшева, цифровой министр образования, полный адепт идей банкстера Германа Грефа Кравцов и прочие известные персонажи. Кто-то может спросить, снова у Катюши все в черных красках, неужели все 129 мероприятий в рамках десятилетия детства не несут ничего доброго и светлого? Почему же? Есть там и очень хорошее положение о необходимости профилактики и сокращение числа абортов, о поддержке здорового образа жизни, занятий спортом, культурных мероприятий и оздоровительного отдыха для молодежи, о расширении соцподдержки семей с детьми, о гарантиях на хорошее образование для детей с особенностями развития и т.д. Однако за всем этим скрывается даже не ложка и не ушат, а треть бочки дегтя в виде перечисленных и выделенных нами положений. Поэтому общие выводы по утвержденному документу у редакции Катюши следующие. При внешней красивой обертке и общих правильных словах десятилетие детства по своей сути является токсичным антисемейным документом, концепция которого прямо скопирована с опыта западных стран, где институт традиционной семьи, как известно, переживает глубокий кризис. Дети защищаются в основном от собственных родителей, а государственная защита детства докатилась до ежегодных громких скандалов с разоблачением организованных сообществ, педофилов и извращенцев, которые действуют там практически в законе. В перечне и задачах мероприятий в рамках десятилетия детства четко прослеживается направление на разобщение родителей и родных детей, на отчуждение прав и законных интересов, последних от прав и законных интересов кровной семьи, что полностью противоречит традиционным ценностям и обычаям русского и других коренных народов России и соответствующей статьи Конституции. Каждый сознательный родитель, гражданин, может и должен, как минимум, не участвовать в реализации обозначенных токсичных мероприятий ни в роли организатора, ни в качестве участника, а еще лучше, добиваться изменения антисемейных планов, лоббистов трансгуманизма и срыва антисемейных мероприятий. Наша практика показала, власть боится народа, и объединенные усилия родителей зачастую приводят к положительным результатам. Следите за нашими публикациями и инструкциями на РИА Катюша и в группе общественного уполномоченного по защите семьи. РИА Катюша РИА Катюша